Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ограничивать свободное передвижение людей, восстанавливать внутренние границы было бы трагической ошибкой, сказал Аланд. Но думать, что шенгенская зона в своей нынешней форме способна выдержать любой натиск на свой периметр было бы еще одной ошибкой. На своем периметре это была бы другая ошибка. Только вместе мы сможем решить сложную задачу интеграции, которая стоит перед нами. Мы вправе ожидать, что прибывающие к нам люди вольются в наше общество, сказала Меркель. Но с другой стороны, мы должны с уважением относиться к тем чрезвычайным обстоятельствам, которые заставляют их покидать родные страны. Мы должны видеть в них людей, а не какие-то анонимные массы, независимо от того, имеют ли они перспективу здесь остаться или нет. Оба лидера называли верным введение санкций в связи с конфликтом на Украине, правда избегали при этом осуждать Россию. Они приветствовали решение не проводить в этом году выборы в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Беженцев поначалу засыпали подарками, но теперь Германии придется кормить полтора миллиона вновь прибывших. Кое-кто из немцев меняет свое отношение к этому вопросу. Шандо Жирош побывал в Германии. Немецкая печать предупредила о прибытии в страну до конца года вдвое больше мигрантов, чем те 800 тысяч, о которых недавно объявило правительство. Пока немцы встречают их радушно. Известный в городе Коблинс предприниматель Марк Кеннис израсходовал полтора миллиона евро, чтобы построить на собственном земельном участке центр для беженцев. Мы подумали, что эти люди нуждаются в срочной помощи, сказал Кеннис. Мы должны внести свой вклад в то, чтобы они себя чувствовали здесь как дома. Беженцы должны быть обеспечены всем необходимым в Германии и тем более в Коблинсе, нашем городе. Его компания закупила комфортабельные жилые контейнеры, подвела к ним свет, воду, газ, канализацию, интернет. В них расселили около ста человек, в основном выходцев из Сирии. Немецкое правительство, говорит один из них, любит тех, кто посещает Германию, хочет в ней жить. Здесь демократия и все прочие хорошие вещи. Здесь все хотят помогать людям, не только сирийцам, всем людям. Они помогают всем людям. Обитатели лагеря видят сердечные приветствия и цветы. Корреспондент Евроньюз Шандар Джереш передает. Количество переехавших в Германию беженцев, вероятно, достигнет в этом году полутора миллионов человек. Это может кардинальным образом изменить политическую картину в стране. Местное население по-прежнему оказывает мигрантам всяческое гостеприимство, но его отношение к их растущему потоку меняется. Жители Коблинца говорят, что не уверены, справится ли с этим Германия в целом. Справится, если люди будут пребывать нынешними темпами, говорит этот пенсионер. Но если их ежедневно будет здесь на тысячу больше, то возникнет проблема. Узнав о размахе миграции по всей Федеративной Республике, я слегка встревожилась, говорит директор детсада. А некоторым моим собеседникам стало немного страшно. Не справляясь с таким количеством беженцев, Евросоюз начал военную операцию в Средиземном море. Там будут задерживать и разворачивать суда, перевозящие нелегальных беженцев в Европу. Евросоюз начинает новую стадию операции по спасению мигрантов в Средиземном море и по борьбе с контрабандистами, которые организуют незаконную перевозку беженцев из Ливии. Операцию назвали «София» по имени девочки, родившейся в августе у одной из спасенных женщин прямо на борту корабля итальянских военно-морских сил. Теперь представители ЕС могут подниматься на борт любого судна для контроля и возможного ареста контрабандистов. Суда Евросоюза регулярно перехватывают в Средиземном море и принимают на борт сотни беженцев. Накануне корабль под британским флагом спас около 700 мигрантов, в основном из Иритреи. Среди них 470 мужчин, 120 женщин, 48 детей. Все спасенные были в удовлетворительном состоянии, но несколько пострадали от дизентерии. Между тем, сотрудники Ливийского общества Красного полумесяца обнаружили у берега в районе местечка Таджура несколько тел погибших мигрантов. Всего, по словам сотрудника общества Красного полумесяца из Триполи, Лишь за последние несколько дней у Ливийских берегов было обнаружено более 70 тел погибших. В соответствии с решением ЕС о перемещении беженцев, скопившихся в Италии и Греции, самолет доставил первую группу из Италии в Швецию. Посмотрите этот репортаж. В Швецию доставлено 19 выходцев из Иритреи. Это первая группа, переправленная из мест скопления беженцев на Средиземноморском побережье. Всего, по плану Евросоюза, 160 тысяч человек будут вывезены из Италии и Греции и распределены по Евросоюзу. В римском аэропорту группу провожал еврокомиссар по вопросам миграции Дмитрий Саврамополос. Он отметил, что принимать беженцев готовятся европейские страны с разным уровнем благосостояния и климатом. Это переселение будет происходить не обязательно туда, куда люди хотят. Мы говорим, куда они будут переселены, сказал Аврамополос. И если они против, то, к сожалению, они должны будут вернуться назад, домой. Число людей, спасающихся в Евросоюзе от конфликтов и бедности, на порядок больше того, что согласились принять его страны. Поэтому пресс-секретарь управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев считает усилия ЕС недостаточными. Эта схема переселения действительно важный шаг на пути к стабилизации кризиса с беженцами в Европе, сказала Мелисса Флеминг. Но она охватывает людей только там, где они прибыли в Европу. К тому же им нужно создать лучшее и более надежное условие, чем имеются в Италии. В пятницу Аврамополос посетил также итальянский остров Лампедуза, где открывается первый центр для регистрации мигрантов и приема от них заявлений на убежище. Накануне страны ЕС согласились ускорить депортацию тех, кто пытается остаться в Европе по экономическим причинам. Высшая судебная инстанция в Европе признала незаконным международное соглашение, которое позволяло компаниям передавать цифровую информацию европейских граждан в Соединенные Штаты. Еврокомиссия готовит еще одно соглашение, которое бы удовлетворило обе стороны. Европейский суд в Люксембурге признал недействительной систему беспрепятственного обмена персональными данными между пользователями Соединенных Штатов и Евросоюза. Иск поступил от австрийского студента, который обвинил Фейсбук в нарушении неприкосновенности своей информации. В течение двух-трех лет Еврокомиссия лишь наблюдала, не пытаясь обезопасить систему так называемой безопасной гавани, сказал Максимилиан Шрэмс. Решение по моему иску выявило множество проблем, которые нужно исправить. Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден изобличил спецслужбы в получении доступа к личным данным, которые хранятся на серверах в Соединенных Штатах. В Америке подписания в отношении конфиденциальной информации менее строгие, чем в Европе. Мы дадим четкие указания национальным органам, защищающим данные, о том, как отвечать на запросы о передаче таких данных в Соединенные Штаты, обещал первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. В этой сфере гражданам нужно обеспечить безопасность, а бизнесу – правовую определенность. Легальная уверенность. И о событиях следующей недели. В понедельник министр иностранных дел ЕС обсудит обострение кризиса в Сирии, в которой теперь вовлечена Россия. В Люксембурге пройдет конференция о том, как Евросоюз ответил на вспышку лихорадки Эбола в 2014-2015 годах. А в четверг лидеры ЕС соберутся в Брюсселе на еще один саммит, на котором, несомненно, они обсудят кризис беженцев в Европе. Прощаюсь с вами.